Самокат, как транспортное средство, переживает в последние годы настоящий ренессанс. На улицах городов их становится все больше. К сожалению, это оборачивается ростом числа ДТП и происшествий с участием владельцев этих транспортных средств. Нередко это дети и подростки, которые получают серьезные травмы. И здесь важно оказать помощь быстро и качественно. Все это отрабатывали в областном центре, где в среду прошли совместные учения Центра медицины катастроф и станции скорой помощи. Наталья Чигет понаблюдала за их сноровкой. По легенде, четверо детей из одной семьи катались на двух самокатах. Ребята сильно разогнались и не смогли разъехаться. Столкнулись друг с другом и получили различные травмы. На место происшествия выехала скорая медицинская помощь. Так, доктор, обезболиваем всем? Тормотом, фентонилом? Давайте, давайте фентонилом. Задача первой бригады, которая выехала на место, это выяснить, какие травмы получили ребята и верно передать информацию врачам второй бригады. Здесь мы уделяем большое внимание работе первой бригады, которая пребывает на место вызова, так как на их плечи ложится очень сложная задача. Им нужно определить число пострадавших, их возраст, характер травм, тяжесть повреждений, подготовить их к медицинской транспортировке в лечебное учреждение и определить этапность транспортировки. Старшая девочка сломала ключицу и руку, один из братьев сломал голень и предплечье и получил сотрясение мозга, но находится в сознании. Другой мальчик сломал нос, а самая младшая девочка получила черепно-мозговую травму. У ребёнка кровотечение, то есть рана в области головы, накладываем, соответственно, пояску, чтобы закрыть раму. Самокаты стали неотъемлемой частью городской жизни. Многие считают, что такой транспорт экологичен и безопасен. Однако врачи-травматологи с этим не согласны. Последствия травм могут быть не менее серьёзными, чем при ДТП. В основном случаются ушибы, ссадины, но при неудачном стечении обстоятельств более серьёзной травмы. Соответственно, чем выше скорость, тем сильнее повреждения. В структуре травматизма стоит на первом месте травма лица, шеи и головы, и второе место занимают травмы нижних конечностей. Несмотря на то, что вся эта история была постановочной, медики действовали как в реальных условиях. Те, кто не мог идти сам, транспортировали в машины скорой на носилках. Всех пострадавших детей доставили в детскую областную клиническую больницу, где медики тоже уже отрабатывают свои действия в такой ситуации. Если у нас ребёнок поступает тяжёлый, либо это причины такие, как ДТП, падение с высоты, сочетанные травмы, то в любом случае приёмным отделением даётся единый позывной на весь наш корпус, для того, чтобы специалисты не только приёмного отделения, но и заведующие отделением максимально быстро спустились, для того, чтобы в целом совместно оценить состояние ребёнка. Медики очень надеются, что им не придётся применить все эти навыки на деле. Однако лето даже не миновало свой экватор. Самокатов на улице становится всё больше, а значит, врачи должны быть готовы ко всему.